Доброго времени суток, друзья! Данный расклад индивидуальный и сегодня будет посвящен расклад теми, кто ты мужчина из снов. Часто очень снится вам или снился в определенное время, в определенных ситуациях мужчина, которого вы видели, имя которое он сказал вы знаете. Но вот хотелось бы знать, встретили вы в жизни его уже сейчас или еще предстоит эта встреча и каким образом этот человек вообще влияет на вашу жизнь, каким образом он на вас воздействует. И естественно мы задаем первым вопросом для того, чтобы понимать, что это за человек и общие его характеристики, вообще его в целом. Это конечно сигнификатор данного человека. Следующий вопрос это общая характеристика его внешности, то есть вот какой он на вид. Может быть какой-то важный или наоборот, не то чтобы важный, а очень открытый и симпатичный. Вот какой он. Его интеллект, особенности и уровень, социальное положение, его материальное положение, конечно тоже мы смотрим. Его рост относительно вашего роста, его возраст относительно вашего возраста. Следующий вопрос, который мы задаем. Это встретили ли вы его уже на сегодняшний день или это знакомство, о котором идет речь, только предстоит вам в будущем. Как его присутствие в снах влияет на вас ментально? Эмоционально каким образом? Тут эмоционально даже две у нас выходят карты, мы их оставим. Как влияет его присутствие в ваших снах на ваши поступки? Ну и следующий вопрос это по тем же параметрам, как будет влиять или влияет его присутствие в вашей жизни на то же самое, на те же самые вопросы. На ваши поступки, на ваш эмоциональный фон, на вас ментально. И мы задаем этот вопрос двояко, то есть будет влиять или влияет. Это зависит от того, познакомились ли вы уже с ним или познакомитесь в будущем. То есть мы по этой предыдущей позиции сможем понять, как правильно действительно здесь формулировать. Здесь мы уже посмотрели по поводу реального влияния. Какого негатива можно ждать от этого человека в вашей жизни, какого позитива, то есть чего хорошего ожидать, где состоится или состоялось уже знакомство? Это тоже признаки, по которым вы можете узнать человека и понять уже знакомый или еще незнакомый. Насколько вероятно, что он станет вашим мужчиной, то есть что вы будете с ним в отношениях, в отношениях именно любовного характера, что он будет для вас парой. Предостережение вам в этой теме и совет, конечно, вам тоже мы просим у карты. Сейчас мы посмотрим, что нам рассказали в данном случае карты. Первый – это сигнификатор этого мужчины. Если будет император, то я удивилась бы. Но вот здесь сигнификатором является карта мужчины, который прежде всего ценит семейные отношения, который действительно уважает семейные ценности и может являться семейным человеком. Что это означает? Это означает, во-первых, что мужчина может быть несвободен, это может говорить о том, что у него есть семья, что он может являться отцом семейства, что он может состоять в счастливых отношениях или в паре быть, или он может быть для них предназначен. Это вот такой человек, который действительно является семейным по своей сути. Что это может еще означать? Ну, то есть, почему вообще характеризуем его таким образом? Потому что главное для него в жизни – это действительно семья и ценности, которые находятся внутри этой семьи. Это не означает, что человек действительно обязательно должен быть несвободен, но просто бывают люди, которые предназначены для того, чтобы создавать семью и для того, чтобы создавать семейный уют, ценить действительно свою вторую половину, ценить то, что происходит в доме и любить свой дом. А есть люди, которые для этого вообще в принципе не предназначены. Так вот, вот этот человек является все-таки первым вариантом, который предназначен для этого. Общая характеристика его внешности. Следующий вопрос. Ну, этот человек достаточно подвижный. Этот человек, который достаточно скоро передвигается и очень часто бывает в разъездах. В том числе он может уезжать за границу. Но, вы знаете, это действительно почему-то выпало в характеристиках внешности, но информация пошла немножечко другая. Как будто бы мы спросили про Ивана, а нам ответили про Болвана. Но мы можем сказать, что всем своим видом он может создавать впечатление победителя в каких-либо походах. Вот знаете, такое ощущение, что какой-то рыцарь действительно, ходивший там за три моря, и действительно он, ну вот по своей сути и по внешности может даже напоминать какого-то такого человека. Иметь определенные черты. Его интеллект. Ну, и здесь буквально магия. Маг – это человек с невероятно развитым интеллектом. Это практически волшебник, мы можем сказать так, который владеет силой своей мысли, а не мысли владеют им. Это карта, которая говорит о высоком уровне интеллекта, о подвижности достаточно интеллекта. Но мало того, что интеллект высокий и подвижный, и мобильный, и очень гибкий, но еще этот интеллект способен влиять на окружающих людей. То есть это такой интеллект манипулятора в том числе, который действительно может не только сам быть активным, но еще и активно влиять на окружающих. Следующий вопрос – это его социальное положение на сегодняшний день. И здесь мы можем сказать, что на сегодняшний день его положение плачевно. Ну, давайте дополним все-таки основную позицию дополнительными картами и узнаем, почему. В чем плачевность данной ситуации у него, если карта развода выпадет, будет интересно. Ну, вы знаете, на сегодняшний день, получается, основная его проблема в том, что от его чувств закрывается женщина. То есть у него вполне возможно сейчас наступил период несчастной любви какой-то. И действительно, то ли у него проблемы и мысли о том, что женщина скрывает от него свои чувства, то ли он влюблен действительно в даму, которая не отвечает ему взаимностью. Но в любом случае это именно отношение с женщиной, это именно отношение с противоположным полом, которые действительно ему сейчас наносят определенную душевную травму. Следующий вопрос, это его материальное положение. Ну, и здесь просто мы видим, что положение великолепно. Складывается такое ощущение, что даже ему на сегодняшний день не нужно тяжело работать для того, чтобы зарабатывать деньги. Складывается ощущение, что деньги сами как будто бы к нему липнут и приходят буквально ниоткуда. Знаете, как не нужно ничего просить, сами придут, сами все предложат и сами все дадут. Вот это как раз та ситуация, когда ему сейчас уже на сегодняшний день все само дается. И материальное положение на сегодняшний день можно назвать великолепным. Мы не говорим о его развитии и, скажем так, прогрессии или регрессии. Мы говорим на сегодняшний день. Его рост. Ну, мы можем сказать, что человек вполне себе небольшого роста. И он может быть приблизительно одного роста с вами. Карта говорит о том, что, может быть, даже человек стесняется каким-то образом своего роста. Будь то какой-то огромный практически рост великанский или слишком низкий, по его мнению, рост. Но, скорее всего, по данному сочетанию карт, это будет человек роста невысокого. Он даже может быть на уровне с вами или ниже, чем вы. Если, конечно, не обладает, наоборот, каким-то высоким ростом. Но для него вообще его рост это достаточно такая проблема. Проблема это какой-то такой момент, который он старается... Ну, рост не скроешь, конечно, особенно. Но он как-то скрывает вообще свои размышления об этом, какие-то разговоры. И, иными словами, мы можем сказать, что обсуждение его роста именно может действительно его ранить, потому что это для него своего рода такая больная тема. Следующий пункт это его возраст. Ну, и здесь, как ни странно, мы можем сказать, что карты нам говорят о возрасте где-то приблизительно до 35-38. Крайний случай это в район 40 лет. Но здесь еще есть один момент интересный. Карты могут говорить о том, что открытость и внешняя такая, знаете, вот улыбчивость, симпатичность, яркость человека могут этот возраст скрадывать. Иными словами, мы можем видеть человека, который выглядит моложе своих лет. Но если, конечно, судить по стандарту и по основному аркану, а не по дополнительно выложенному, то здесь мы можем говорить о том, что человек, ну, не старше 40 лет. Хотя, как видите, может просто выглядеть моложе. Знаете ли вы его? Встретили ли вы его уже? И карта говорит о том, что да, на сегодняшний момент вы знаете этого человека. Он достаточно вспыльчивый, он достаточно взбалмошный, он достаточно хитрый. Он имеет, ну, по крайней мере, вы о нем знаете об этом человеке. Он достаточно капризный и может защищать свою позицию. Здесь может быть такая черта характера и особенность в суждениях, когда есть два мнения. Одно мое, другое неправильное. И вот это вот может быть, конечно, может быть такое ощущение, что вы его, конечно, знаете, ну, как бы вы знакомы, но это не значит, что вы знаете всю его подноготную, как будто бы. Он умело может скрывать. То есть это, в принципе, такой хороший достаточно манипулятор, который может свои настоящие ощущения абсолютно скрывать или представлять вам в несколько ином виде. Ну, а также мы можем сказать, что это человек-фантазер, который может защищать свои мысли каким-то образом, вплоть до того, что рассказывает целые басни. Как его присутствие в снах влияет на вас ментально? Ну, вы знаете, самое интересное, что вот то, что говорится во сне и то, что вы видите, вот это все воспринимается мозгом напрямую. То есть ваши мысли никакой здесь кривды не допускают. Вы, собственно, думаете в том самом направлении, которое сон и показывает. То есть ментально влияет абсолютно ясно, как то, так и что вижу, то и пою. То есть что вы видите, то вы и думаете. Что эмоционально в данном случае? Ну, вот здесь мы можем сказать, что могут быть абсолютно разные эмоции от каких-то очень доверительных отношений, ну, вплоть до того, что кажется, что все это действительно по-настоящему и человек вам близок. От ощущения какого-то уюта и абсолютного доверия до ощущения полного краха. Эмоционально ощущения могут очень сильно меняться. И он действительно влияет, вот то, что он снится. Как он влияет на ваши поступки? Ну, здесь можно сказать, что он может, наверное, то есть вот после какого-то сна у вас может возникать желание сделать что-либо парадоксальное. И он может сподвигать вас на те шаги, к которым вы достаточно давно присматривались, о которых вы обдумывали, но на которые вы не решались. Его реальное присутствие в вашей жизни, каким образом будет влиять или влияет. Но вот здесь мы можем сказать, что в реальной жизни его как будто бы рядом с вами нет на сегодняшний день. То есть вы можете о нем знать или его знать, но сегодня он не находится рядом с вами для того, чтобы влиять каким-то образом на ваши поступки. Поэтому ментально он создает для вас конфликт мысли, в результате которого могут рождаться интересные идеи. Но в любом случае он может создавать абсолютнейшую бурю именно в ваших каких-то размышлениях, именно в вашем строе мыслей. То есть он может их то сбивать в стройные ряды, то как будто бы разбивать на несколько частей, как будто бы, знаете, ощущение то они собраны воедино и буквально готовы, да, мысли ложиться там на бумагу или как-то по-другому исходить из головы, то вдруг они рассыпаются на много осколков каких-то и вы вообще как будто бы не понимаете, что происходит. То есть ментальное влияние, оно может быть в реальной жизни. Но на сегодняшний день эмоционально он никак не влияет на вас, потому что хотя вы эмоции от сна испытываете, но от его реальных действий этих эмоций вы не испытываете. Вы их не испытываете даже в случае, который может говорить, как ни странно, о любовном треугольнике. То есть мы можем сказать, что известие, например, о какой-то даме вас не настолько ранит, чтобы там буквально убиваться, испытывать какие-то жутчайшие эмоции. Нет, вот что касается эмоций, практически безэмоциональный. Вы на практике в жизни, поскольку, по всей видимости, вы с ним не общаетесь, например, сейчас или не общаетесь настолько близко, чтобы человек на вас влиял, хотя он вам известен, как нам показала позиция. Ну и на ваши поступки мы можем тоже сказать, что человек не имеет влияния, потому что ложится закрытая карта. Вы здесь являетесь такой самозамкнутой системой, на которую это звено, этот человек не влияет. То есть сейчас, сегодня, именно в реальной жизни он не влияет на ваши поступки. Но также мы можем сделать вывод, что он может эти поступки несколько умерять, если вы действительно с ним общаетесь или каким-то образом участвуете, может быть, даже косвенно в его жизни, то, возможно, иногда они вот эти вот влияния вас могут смирять. Какого негатива вам можно ждать от отношений, которые возникнут с этим человеком или не возникнут? Ну и здесь ложится карта, которая говорит о том, что, во-первых, из негатива это излишняя устойчивость, которая уже была как будто бы в прошлом, которая вас будет возвращать к прошлому буквально, и которая будет снова разжигать какой-то такой вот костер страсти. Но опять же мы можем сказать, что отношения будут нести негатив в том случае, если вы будете общаться по той причине, что они не могут являться такими вот искренними отношениями Ромео и Джульетты в их наилучшее время, в их наилучший период. Ну и теперь мы посмотрим позитив, позитив, который может нести этот мужчина. Ну а позитив это то, что он будет продолжать действительно вам сниться, потому что напрямую у нас ложится карта, которая обозначает сны и фантазии. В общем, такое ощущение, что еще как минимум на протяжении года данный человек, полгода-года этот человек будет существовать только приходя к вам из вашего подсознания, и принося вам полную удовлетворенность жизнью. То есть вот такое ощущение, что вы полностью счастливы будете испытывать вот то ощущение, когда нет недовольства ни одной стороной жизни, и вроде бы все абсолютно хорошо, и все это мы можем наблюдать именно в состоянии сна. Где состоится или состоялось знакомство? Ну и здесь ложится какая-то карта, которая достаточно уютная у нас, она связана с какими-то женскими такими моментами, и карта говорит о том, что возможно у кого-то дома, вообще знаете, такое ощущение, что это есть два варианта толкования, потому что императрица с императором легли рядом в этой позиции, они легли вообще на одну позицию, то есть где познакомитесь, сложится карта императрицы и императора, но у нас вообще где живут императрица с императором? Они живут во дворце, то есть это может быть какой-то дворец, какой-то замок, какой-то, ну вот я не знаю, например, вы можете в Петергофе познакомиться, например, вы можете познакомиться в тех местах, которые принадлежали царской фамилии, вы можете познакомиться в тех местах, где находятся вообще те здания, которые принадлежали, мы можем, да, говорить именно царской фамилии, то есть в тех местах, где царская чета бывала, ну и скорее всего, конечно, если так обозначают, достаточно явно, это Санкт-Петербург, я думаю, это наиболее вероятное прочтение данного вот такого вот дуплета, дуплета, скажем так, который нам выдали карты, ну а если отойти от таких глобальных размышлений, то мы можем сказать, что вы можете познакомиться с ним, и это будет связано с домом или тем местом, где часто бывает семейная пара, семейная пара старше 35 лет, вот там еще может быть, ну и конечно, следующий вопрос, насколько вероятно, что он станет вашим мужчиной, и вы будете в отношениях, ну вы знаете, это тоже, кстати, вот интересный момент, потому что, с одной стороны, развитие может быть стремительным, с другой стороны, карты говорят о том, что если вы, например, они могут они стать, потому что у вас на тот момент, скорее всего, будет король Пентакли, и возможно, вообще карты говорят об официальном браке, но опять же у нас выходит король Пентакли, что для вас этот официальный брак, это стабильность и работа, и помощь, то есть вышли у нас сплошные Пентакли, вышел у нас официальный брак, но знаете, карты говорят об очень интересном вопросе, они говорят о том, что вы будете как будто бы уже в официальном браке, когда вы можете встретиться лично, поэтому между вами с человеком и снов не будут складываться отношения любовников, вот так, то есть он для вас как бы и останется, здесь все время выходит карта, которая говорит о снах, и эта карта у нас действительно здесь является одной из основополагающих, она говорит и отвечает за то, что вы действительно дальше будете общаться, вы будете видеть его во сне, ваши души будут общаться, но при этом на практике вы будете замужем за другим мужчиной, скорее всего, когда вы уже познакомитесь, но этот мужчина у нас, как вы сами видите, король Пентакли, что самое интересное, что за король Пентакли, который измотал нас уже всех, я просто жду в предвкушении, когда же будет разрешение этой ситуации, и здесь мы видим предостережение, карты говорят о том, что вам не стоит слишком привыкать и принимать как должное то, что вы видите во сне, например, то, что происходит в вашем общении уже на сегодняшний день, в общении такого рода, и вам всегда нужно искать какой-то шанс, и каждый раз, как в первый раз, по-новому воспринимать эти сны и искать в них какое-то интересное, нужное для практической жизни зерно. В то же время, карты советуют вам запастись силами, но и по всей видимости, возможно, вот это запасение силами и женской энергией говорит нам о том, что придется подождать некоторое время, и вам нужно прояснить и переоценить, скажем так, свое отношение именно к человеку и снов, ну такой dream man получается у нас, и здесь мы говорим о том, что вы должны его как будто бы оставить с собою парой, но в прошлом, и идти в будущее своей дорогой, потому что это тот человек, который действительно может проявиться у вас даже в реальной жизни, но к тому времени, когда он может проявиться на практике, это будет действительно человек не из сна, а человек из вашей жизни, к тому времени вы уже будете счастлива замужем, вот о чем говорят нам карты, ну кстати, вот о замужестве, действительно об официальном браке, с одной стороны говорят карты, с другой стороны они отрицают, может быть, пышную богатую свадьбу, по данной позиции, которая у нас выпадала, ну и карты все-таки говорят о том, что пока вот эти чувства, пока эти эмоции, пока эти сны есть, вам нужно наслаждаться тем, что они вам дают, и это хорошо, что вы видите эти сны, это хорошо, что вы действительно можете в них быть счастливы, но при этом самое интересное, что вам карты советуют не забывать и о своей земной, скажем так, реальной жизни, и уделять ей, этой жизни достаточно внимания, вообще расклад получился интересный, мы действительно видим человека, который в вашей жизни занимает определенное место, но с другой стороны, так же плотно, как он это место занимает, так же верно и то, что он отсутствует в этой жизни, вообще, конечно, очень интересно легли карты, и достаточно интересно сложился расклад, это была интересная, хорошая идея, расклад я сделала с большим удовольствием, ну а для тех, кто хочет получить подобный расклад, или расклады на другие темы, особенно вот такие большие расклады, они очень информативные, вы можете писать мне в личку, все мои контакты под данным видео, в текстовом описании, ну а я желаю всем удачи, благополучия, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok